Помощь фронту сегодня оказывают десятки тысяч простых граждан, которые часто объединяются в группы и волонтерские штабы. Один из которых так и называется – помощь Донбассу. Они продолжают оказывать поддержку медучреждениям, работающим в зоне специальной военной операции. Это и теплые вещи, и медикаменты, и хирургический инструмент, другие расходники. Очередной многотонный ценный груз готовится к отправке из Твери в ДНР. Сопровождают фуру также тверские добровольцы. Это уже не первая поездка членов штаба на новые территории. Подробнее о волонтерской миссии тверичан расскажет наш корреспондент. В начале штаб помощь Донбассу работал 2-3 раза в неделю. Принимал и упаковывал гуманитарную помощь от горожан для медучреждений Донбасса и Луганска. А сейчас волонтеры на месте каждый день. С приходом холодов работа стала больше. Нужно рассортировать медикаменты, пеленки, салфетки. И к ним еще добавились теплые вещи. Например, в этих мешках уже расфасованы и ждут погрузки почти 500 пар носков. В этом мешке 100 пар носков, связанных с заботливыми руками жительниц Твери. Они также в составе гуманитарного груза отправятся к пациентам донецких больниц, где будут не только согревать, но еще и станут своего рода оберегом. Тверичанка Светлана – одна из 4000 участников волонтерского штаба. Вечера коротает за вязанием. И вот принесла очередные изделия в пункт приема. Сейчас пять с соседкой связали, принесли. У меня есть время, соседка по выходным. Не менее плодотворно работает и команда швей, рассказывает координатор штаба «Надежда». Тверские рукодельницы по ночам шьют спальные мешки для наших защитников. Крайне необходимая штука зимой. Спальник этот был разработан специально для холодного времени. Он утеплен, он усилен, он достаточно большого комфортного размера. Мы отшиваем таких спальников где-то 50-60 в неделю. Еще иногда вкладывают записочки или носочки, или подушечка, или шоколадка. Все эти вещи греют физически. А для тепла душевного есть еще детские письма и рисунки от школьников. Все они вкладываются в коробки с гуманитарным грузом. В преддверии Нового года волонтеры собирают подарки и письма от тверских школьников для пациентов одной из детских больниц Донбасса. Так получилось, что именно с больницами налажена связь. За эти месяцы для медучреждений и их пациентов из Твери было отправлено более 50 тонн груза. Это не только лекарства и вещи, но и оборудование, и даже стройматериалы. Планы на ближайшее время не менее масштабны. На прошлой неделе у нас была 20-тонная машина. Мы сейчас взялись за новый проект. Есть в ЛНР перинатальный центр в Первомайском. Мы взялись за его восстановление до конца. И доведем это дело так же, как сделали с рудничной клинической больницей, с которой мы сотрудничаем практически с самого начала образования нашего штаба. Летом мы начали восстановление оперблока травматологического отделения. Больницы ЛДНР давно исчерпали свой потенциал. А ведь там получают помощь наши бойцы. Очередная партия стройматериалов для перинатального центра, на базе которого тоже действует госпиталь, отправилась в сопровождении координатора штаба помощь Донбассу Ольги Левитиной. Она поехала, чтобы лично обсудить с руководством организационные моменты. В сборе этого груза участвовали все неравнодушные жители региона. Кто-то привозит в стройматериалы, кто-то медикаменты, а кто-то теплые вещи. И все это общий вклад в одно большое дело – победу.